Здравствуйте! В эфире новости лайв в студии Ирины Просолова. Главное сегодня. Подозрительные предметы в центре Саранска. Опасения бдительных граждан не нашли подтверждения. Столица Мордовии благоустраивается и озеленяется. Во всех районах активно наводится порядок и высаживаются деревья. В Мордовии резко возросло количество возгораний сухой травы. Одно из самых крупных по площади произошло в Саранске. Как сообщают из Вести Мордовии, 7 апреля в полицию Мордовии поступило несколько сообщений об обнаружении на остановках транспорта и в других общественных местах подозрительных предметов. Необходимую в нынешней ситуации бдительность проявляли жители Саранска. Первый тревожный сигнал поступил рано утром. Подозрительный предмет был обнаружен в районе 20-й гимназии. Позже ржавый огнетушитель горожане нашли на остановке Осипенко, затем коробку около памятника Ушакову. На четвертом вызове отцеплена остановка на Химаше в районе ГТС. Здесь нашли подозрительную спортивную сумку. Необходимо отметить, что опасных предметов обнаружено не было. В Саранске с официальным визитом находится делегация финского региона Южной Карелии. Гости осмотрели стадион Мордовия-арена, посетили оптик-энерго и технопарк Мордовия. Также побывали в университете в музее имени Эрди и совершили обзорную экскурсию по Саранску. В пятницу состоялась встреча делегации региона Южной Карелии с главой республики Владимиром Волковым. Подробности у Вячеслава Кузьменко. Южная Карелия ограничится Ленинградской областью. Приоритетным направлением развития региона является туризм. Туда целыми семьями ездят на рыбалку. Теперь финны собираются поделиться опытом организации отдыха со своими мордовскими коллегами, а также наладить дружеские и деловые контакты. В начале встречи глава Мордовии рассказал об экономическом и культурном потенциале республики. Затем он остановился на основных направлениях сотрудничества с Финляндией. В минувшем году внешнеторговый оборот составил порядка 4 миллионов долларов. В экономике, образовании и культуре реализуется много совместных проектов. Делаем все для того, чтобы связи непосредственно люди, наши люди, ваши люди, могли на уровне не только государственных структур, а вот именно на уровне человеческих, более глубоко, что ли, более чаще и общаться. Гостей также интересует дальнейшее развитие взаимовыгодных контактов. Дело в том, что в 2019 году в Финляндии проведут административную реформу. Регионы получат дополнительные полномочия. В связи с этим вырастут и финансовые возможности. Найти новых партнеров – задача руководства Южной Карелии. Их нашли в Мордовии. Мы удивлены тем, чего вы достигли, особенно в области высоких технологий. Нас разъединяет 800 километров, но объединяет общность языка и культуры. Про общность языка и культуры спорить не приходится. В составе финской делегации в Мордовию приехала Катя Веквилайнин. Ее родители когда-то уехали в Финляндию из России. И так получилось, что в селе Перхляй она нашла своих родственников. На встрече с главой Мордовии гости высказали просьбу об организации нескольких чартанных рейсов в Саранск на игры Чемпионата мира по футболу 2018 года. Владимир Волков поручил проработать этот вопрос. Спорт – возобновляемые источники энергии и туризм. Вот перспективные направления сотрудничества Мордовии и региона Южная Карелия. Вячеслав Кузьменко, Александр Гурьянов, Новости Лайф. Республика Мордовия в 2017 году получит межбюджетные трансферты в размере почти 145 миллионов рублей на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного назначения. Соответствующее постановление было подписано председателем правительства России Дмитрием Медведевым и опубликовано на официальном сайте ведомства. Подписанным постановлением в рамках госпрограммы развития транспортной системы распределены межбюджетные трансферты в размере 10 миллиардов рублей между бюджетами 49 субъектов Федерации. Средства направляются на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения. Принятые решения будут способствовать развитию сети автомобильных дорог. В Саратовской области планируют создать в селе Оркино Петровского района Мордовскую столицу. Там компактно проживает Мордва и сохраняет традиции предков. Сегодня мы связались по телефону с Саратовской областью и вот что нам рассказали. Валерий Васильевич посетил в Петровском районе село Оркино. Это небольшое село, большая часть жителей в селе Мордовской национальности. Он встретился с жителями, они обсудили перспективы развития села Оркино. Жители рассказали, что они очень бережно относятся к своей самобытности, хранят национальные традиции, культуру. В селе есть знаменитый фольклорный, этнографический ансамбль «Кучугуры». И они рассказали, Валерий Васильевич, о том, что несколько лет назад у них была традиция, когда они проводили фестиваль Мордовской культуры непосредственно в своем селе. Но, к сожалению, последние 10 лет такого мероприятия уже давно не проводилось. Поэтому сегодня, когда Валерий Васильевич общался с жителями села Оркино, он поставил задачу перед профильными руководителями оказать помощь в восстановлении местного дома культуры, который впоследствии станет центром культурной жизни Мордовского села. В нем будет располагаться музей мордовской культуры. И уже в этом году поставлена задача Валерия Васильевича Мородаева в сентябре провести фестиваль мордовской культуры. Поэтому будем искренне рады видеть и представителей вашего региона на нашей земле. Жители Мордовии приглашают на массовую акцию «Вместе против террора», посвященную солидарности с жителями Санкт-Петербурга и памяти жертв террористических актов. Мероприятие пройдет на площади около Ледового дворца в субботу, 8 апреля. Начало в 12.00. Организатор акции Мордовское республиканское патриотическое объединение «Поиск». И еще одно объявление. В целях обеспечения безопасности и организации дорожного движения при проведении акции «Вместе против террора» будет ограничено движение транспорта и исключена парковка личного транспорта. 8 апреля с 9 до 14 часов за исключением общественного транспорта и спецмашин будет ограничено движение по улице Московской на участке от улицы Республиканской до улицы Рабочей, по улице Рабочей на участке от улицы Московской до улицы Коммунистической. 6 апреля в Москве в ходе рабочей поездки глава Мордовии Владимир Волков провел встречу с академиком РАН, руководителем научного центра волоконной оптики Евгением Диановым. Обсуждались перспективы развития в республике волоконно-оптического кластера, в частности, реализации второй очереди проекта создания и производства оптического волокна по организации производства преформ на базе акционерного общества оптиковолоконной системы. Речь шла о техническом и технологическом обеспечении нового производства в соответствии с последними научными разработками, имеющимися в сфере производства оптического волокна в стране и за рубежом. Глава республики поблагодарил Евгения Дианова за научную поддержку проекта и выразил заинтересованность в дальнейшей совместной работе. Владимир Волков подчеркнул, мы ставим перед собой задачу сконцентрировать в республике компетенции ведущих российских научных школ в области волоконной оптики и оптоэлектроники и реализовать проект по созданию промышленного кластера волоконная оптика и оптоэлектроника. Этот кластер сможет объединить интересы предприятий и компаний региона в области разработки и внедрения всех видов оптического волокна, приборов и систем на его основе. В ходе беседы рассмотрены возможности внедрения новых разработок научного центра волоконной оптики РАН на предприятиях кластера в Саранске. Розаевские депутаты провели 11-ю сессию. 34 народных избранника слушали отчеты, распределяли деньги и вносили изменения в реестр муниципальной собственности. Из железнодорожной столицы вернулась Наталья Макшаева. В городской администрации народные избранники и представители структурных подразделений. На повестке дня масса вопросов. Финансы, городская безопасность, изменения в органах местного самоуправления. Председатели собрания призывают всех депутатов к дальнейшей работе. Плодотворной и консолидированной. К ней депутаты и приступили, приняв очередные изменения в бюджет. В этом году розаевцам придется затянуть пояса потуже. Финансирование сокращается на 45 миллионов рублей. С учетом предлагаемых изменений доходная часть бюджета составит 812 миллионов 900 тысяч рублей. Расходная 834,5. Соответственно, все целевые денежные средства, которые представляет нам республиканский бюджет, направляются по целевому назначению. Помимо этого, в бюджете заложены ремонт и реконструкция дорог, реализация программы по увеличению субсидий для молодых семей и создание в сельских общеобразовательных организациях условий для занятий спортом. Продолжится финансирование госпрограммы и доступная среда. Начальник отдела МВД Розаевки Ренат Харев позитивно оценил работу миграционных и разыскных служб. Также за ушедший год на 12% в городе снизилась динамика преступности. Однако с вандальными процессами в Розаевке сотрудники правоохранительных органов справятся пока не в силах. А неуверенный вопрос с сохранением уличного музея РЖД решается очень просто. Заменить все стеклянные детали на металлизированные, либо их заколотить так, как это сделано в городском округе Саратов. Нам сказали, что при этом меняется облик, красочность и так далее. В итоге имеем то, что имеем. По отчету полицейских у главы Розаевского района были дополнительные правки. Вячеслав Кормилицин предложил сотрудникам увеличить число совместных мероприятий, в которых задействованы дети. Пусть они по активности участвуют. Во-первых, это и сеноводители хорошего, и воспитатель тех же детей, участвующих в операции. Также во время сессии было принято решение по реорганизации полномочий сельских поселений. Теперь библиотеки и дома культуры 20 населенных пунктов Розаевского района перейдут в муниципалитет. Наталья Макшаева, Евгений Фролкин. Новости лайф из Розаевского района. В Саранске в самом разгаре пора субботников. Столица Мордовии благоустраивается и озеленяется. Во всех районах активно наводится порядок и высаживаются деревья. 7 апреля на юг-западе высаживали сосны. При рождении новой городской аллеи присутствовала Марина Солонина. Озеленение Саранска идет полным ходом. Открылся сезон высадки деревьев с аллеи на Новопосадской улице. Здесь горожан будут радовать 120 пушистых сосен. Весенний чистый город. Люди в оранжевых жилетах сажают молодые сосны. Народный сквер на улице Новопосадская. Небольшая аллея представляет собой три ряда деревьев. Это не единственное насаждение, которое появится в Саранске в ближайшее время. Всего по городу за год будет высажено 1376 саженцев. В основном это липы, рябины, березы и кустарник. В связи с подготовкой к чемпионату мира у нас в апреле начинают посадки саженцев, сосен. Еще запланировано в районе стадиона. Созданием аллеи занимается восемь человек. Они делают замеры, копают ямки, сажают, поливают деревца. Все делается очень аккуратно и быстро. Профессионалов видно сразу. Рабочие уверены, этот сквер разрастется. Ведь в работу они вкладывают всю душу. В зеленом, красивом, благоустроенном городе приятно жить и работать. Да и гостям Саранска столица Мордовии нравится. В следующем году на чемпионат мира приедут сотни тысяч болельщиков. И сейчас делается все, чтобы они увидели аккуратные аллеи и скверы. Марина Солонина, Владимир Надькин, Новости Лайф. В Мордовии резко возросло количество возгорания сухой травы. Одно из самых крупных по площади произошло накануне в Саранске. Дым, отгоревший в пойме реки Инсар, травы увидели и почувствовали как в центральной части Саранска, так и на Химаше. Проезд к заболоченным местам горения пожарной техники был невозможен. Поэтому сотрудникам МЧС пришлось тушить огонь подручными средствами. В том же Октябрьском районе Саранска происходило горение сухой травы по фронту не менее одного километра возле поселка Озерный. ГУМЧС России по республике Мордовия призывает граждан ни в коем случае не сжечь сухую траву. Номер телефона пожарно-спасательной службы 101 со стационарных и мобильных аппаратов. В Мордовию пришла настоящая весна, а вместе с ней активизировались многочисленные ручьи. Детворе самое время пускать кораблики. Для кого-то это занятие – игра, а вот для ребят из кружка судомоделирования – профессия. Их корабли ждет большое плавание, и подтверждение тому есть. На днях команда из Мордовии заняла первое место в открытом областном технофестивале, который прошел в Пензе. С победителями встретилась Дарья Кочеткова. На стеллажах модели и заготовки, в руках юных судомоделистов инструменты. Работа кипит. Ребята признаются, мастерить корабли гораздо интереснее, чем запускать. Собственными руками создать уменьшенную копию настоящего судна непросто. Я делаю его из стеклопластика, фанеры, пластмассы, эбонита, медной проволоки, капрона. Юные мастера работают над всеми видами судов. На технофестивале в Пензе высшие награды получили подводная лодка, патрульно-спасательные, пассажирские катера и малый охотник. Модель бронирована судной, чья задача – уничтожение вражеских подлодок. В итоге судомоделисты из Саранска победили в четырех номинациях из восьми. Главный критерий оценки модели корабля – не только его внешний облик, но и точность хода. В Республиканском центре дополнительного образования детей и его филиалах в муниципальных районах республики занимаются четыре с половиной тысячи детей. Многие из них – судомоделисты. На каждую работу ходят около года. Кубок завоеванных технофестивалей – награды за упорный труд. Я была очень рада, я очень радовалась, радостно поехала домой и прыгала в счастье. Во время кропотливой работы юные мастера твердо усваивают простую истину. Чтобы добиться успеха, нужно приложить максимум усилий. Это понимание, а также умение работать с инструментами пригодится в жизни каждому. Дарья Кочеткова, Евгений Фролкин, Новости.Лайф. Шесть работ, осужденных содержащихся в исправительных учреждениях Мордовии, вышли в финал Всероссийского конкурса изобразительного искусства. Организаторами проекта выступили общественные организации, Юридический институт и Союз художников России. Работы Дмитрия Объедкова «Вид в окрестностях Дюссельдорфа» и Александра Шестеркина «Тропка» отобраны для участия в номинации «Живопись». В борьбе за право называться лучшей игрушкой выбраны творения Татьяны Янович «Казачок», Натальи Волковой «Дружная семья» и Елены Грузновой «Ежик и пчелка». А в декоративно-прикладном творчестве – работа Сергея Панина «Шахматная шкатулка». Заключительный этап конкурса пройдет на базе Владимирского юридического института в СИН России. В музее им. Нерзи открылась шестая персональная выставка заслуженного деятеля искусств народного художника Мордовии Виктора Петришова. Пропустить такое событие было невозможно. Прикоснуться к искусству пришло большое количество почитателей таланта Виктора Петришова. В музее имени Эрзи открылась шестая персональная выставка заслуженного деятеля искусств и народного художника Мордовии Виктора Петришова. Пропустить такое событие невозможно. Прикоснемся к искусству. Сотрудники музея, гости из художественной и музыкальной школы, случайные посетители и настоящие ценители искусства чествуют юбиляру. Атмосфера праздничная. Цветы, подарки, поздравления. Самая ценная награда – медаль за межнациональное согласие. Среди гостей много тех, кто хорошо знаком с творчеством Виктора Петришова. Можно сказать, что палитра его просветлела. Его колорит, его работа стала светлым каким-то, более мажорным. Очень много появилось вот таких радостных натюрмортов, очень приятных, красивых. На полотнах Виктора Петришова «Мордовия». Виды старого Саранска, сцены сельской жизни, портреты наших земляков. Все написано с любовью и теплотой. Картины отражают самые светлые стороны нашей жизни. Художник показывает мир таким, каким видит его сам. Помогает в этом особое качество. У художника должно быть чувство какое-то, чувство художника. Так что тут не все. Может, интересно, хорошо рисовать или писать, но художником не быть. Бывают и такие. Просто грамотно рисуют, а вот тут порыв должен какой-то еще быть. Полотна автора узнаваемы, заряжают чувством оптимизма. На шестой выставке работы последних лет. Их около 60. Кроме того, 30 картин Виктора Ивановича находятся в постоянной экспозиции в фондах музея имени Эрзи. Выставка тепло родной земли будет открыта до 23 апреля. Дарья Кочеткова, Сергей Соколов, Новости Лайф. А теперь новости спорта. Как стало известно, 6 апреля в Тюмени прошли заключительные гонки Кубка России по биатлону. В мужском спринте на 10 километров спортсмен сборной команды Мордовии Павел Охотников взял бронзу. 7 апреля в Саранске прошел волейбольный турнир среди школ Октябрьского района. Его организатором выступило региональное отделение Ассоциации силовых структур «Воин». Мероприятие состоялось в спортивном зале средней школы номер 32. В соревнованиях приняли участие 6 команд. Свои коллективы на турнир выставили 11, 30, 36, 32 и 40 школы, а также 7 лицей. Об уровне соревнований свидетельствует кубок, врученный победителям. Кубок у нас переходящий, чтобы был какой-то стимул среди школ. В том году у нас занимала первое место 11 школа. В этом году тоже данная школа представляет своих участников, будут бороться за подтверждение данного кубка. В этом воскресенье на нашем канале стартует новый проект, в котором мои коллеги подведут итоги недели. Самые важные события республики в одном выпуске. Не пропустите! 9 апреля, 18.00, Народное телевидение Мордовии. А на этом пока все. Смотрите нас в будние дни в 6.30, 19.30 и 23.00. А впереди еще прогноз погоды. Оставайтесь на нашем канале. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»